Приветствую, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет о том, что сказал муж Тоньки пулеметчицы, когда узнал, кто она на самом деле. 11 августа 1978 года, спустя три десятилетия после завершения Великой Отечественной войны, трагически погибла Антонина Макаровна Макарова Гинсбург, известная в годы конфликта как Тонька пулеметчица. Оказавшись в окружении военных событий, 20-летняя медсестра Тоня Макарова оказалась в Локотской республике, где столкнулась с непростым выбором, погибнуть или служить врагу. Антонина решила остаться в живых и приняла участие в карательных акциях, выполняя роль палача и стреляя из пулемета по партизанам и их сторонникам, включая женщин и детей. Следствие установило личности почти 200 жертв, расстрелянных Тонькой пулеметчицей, хотя фактическое число погибших могло быть гораздо больше. Однако судьба повернулась против самой Тони, и ее последними жертвами стали члены ее собственной семьи, муж и дочери. После войны в СССР началась работа по выявлению и наказанию коллаборационистов и участников репрессивных действий. К 1978 году практически все сотрудники врага были идентифицированы и наказаны. Тем, кто причинил меньше зла, удалось избежать строгого наказания. Однако Тоньке пулеметчице уйти от правосудия не удалось. Ее идентификация оставалась сложной задачей для правоохранительных органов, несмотря на свидетельства выживших и показания полицейских. Среди подозреваемых с одинаковыми фамилией и возрастом нашлись многие, но самой Тоньке пулеметчицы среди них не оказалось. Наконец обнаружили немецкий документ, который свидетельствовал о казне Макаровой в 1943 году за предполагаемое заражение немецких солдат сифилисом. Этот факт казался достаточным для закрытия дела. Но внезапно московский чиновник по фамилии Панфилов решил отправиться за границу и, заполняя анкету для Авира, указал имена всех своих братьев и сестер. Все они были Панфиловыми, кроме одной сестры, Антонины, родившейся в 1920 году, которая почему-то носила фамилию Макарова Гинсбург. Это вызвало интерес сначала у служащих Авира, а затем и у чекистов. Оказалось, что в школьных документах Тоню Панфилову по ошибке записали как Макарову, Антонина Макарова, дочь Макара. Поэтому, хотя она была Панфиловой по происхождению, на фронт она ушла под фамилией Макарова. Это помогло ей избежать пленения советскими войсками в 1943 году, когда был положен конец благоденствию Локотской республики. Спустя некоторое время она смогла устроиться в госпиталь медсестрой, выдумав историю о том, что была спасена Красной армией из фашистского плена. В этом госпитале она познакомилась с Виктором Гинсбургом, за которого затем вышла замуж и стала Антониной Гинсбург. Эта путаница с фамилиями объясняла, почему Тоньку-пулеметчицу разыскивали так долго. Став женой Виктора Гинсбурга, Антонина казалось стерла из памяти все, что связано с Локотской республикой. Пара переехала на родину Виктора, в белорусский город Лепель. В 1947 году родилась их первая дочь, а спустя несколько лет вторая. Антонина нашла работу на швейной фабрике, и коллеги высоко ценили ее за точность, усердие и спокойный характер, а также за ее героическое участие во время войны. Ведь какая сила нужна была 20-летней девушке, чтобы пройти через все испытания от Москвы до Кёнигсберга. Фотографии Антонины часто висели на доске почета, и ее приглашали в школы, чтобы рассказать детям о своем опыте войны. Ее муж, фронтовик Виктор Гинсбург, тоже был уважаем и почетен в обществе. Все это время, когда Антонина мирно трудилась на фабрике и возвращалась домой после работы, она и не подозревала, что ее подвергают слежке. Сотрудники КГБ боялись портить репутацию уважаемой фронтовички, поэтому действовали крайне осторожно, они привозили в Лепель людей, которые могли бы ее узнать, демонстрировали ее издалека, устраивали случайные встречи. Но все узнавали Тоньку. Они говорили, что никогда не забудут ее сильный, пронзительный взгляд и особую мимику между бровей, и ее привычку подправлять волосы жестом. Когда арестовали Антонину Макарову Гинсбург, Виктор Гинсбург совершенно не мог понять, что происходит. Он утверждал, это не может быть правдой, это ошибка. Он думал, что его жена, быть может, допустила какую-то ошибку на работе. Когда наконец ему рассказали, за что именно обвиняют Антонину Макарову, он просто не мог поверить. Тонечка, добрая девушка, которая ворвалась в палату госпиталя, где он восстанавливался после ранения, мать его дочерей, с которой он прожил 30 лет, и эта жуткая исполнительница смертных приговоров. Виктор сражался за честь своей жены так, как привык сражаться на фронте, отчаянно и без оглядки на себя. Он обращался с письмами во все инстанции, но получив отказы отовсюду, даже угрожал, что обратиться в ООН. Только когда у него были убедительные доказательства вины Антонины, он сдался. Говорят, что он за несколько дней превратился, из энергичного молодого мужчины, возможденного и постаревшего старика. Что произошло с семьей Гинсбург после этого, трудно сказать. Известно только, что Виктор и его дочери, не выдержав позора, покинули Лепель. Говорят, что в конечном итоге они осели в Израиле. Это вполне возможно. Но ясно лишь одно, жизнь этих людей уже не могла быть прежней. Они стали последними жертвами Тоньки-пулеметчицы. Субтитры создавал DimaTorzok